уважаемые подписчики всем привет подписчики моего канала вконтакте также в ю тубе всем привет с вами наиль порожен дорогие мои я с вами долго не встречался мы не общались это были причины теперь все позади поэтому я больше времени уделяю значит рассмотром на канале сижу в интернете смотрю новости очень активный образ просмотров роликов и для себя открываю много новых имен интересных фильмов творческих людей которые быстро становятся мне друзьями вот ролик я выбираю из соображений значит таких что ролик выбрать чтобы мне понравился должен обладать лаконичностью во первых лаконичность не быстро там за три минуты показать не ничего не показал в то же время умение показать необходимое и достаточное полном объеме тот материал который ты задумал человек сказал нужно сделать тот от ремонта от диагностики от того вот всяких наворотов там тюнинг то же время как себя ведет это изделие вот такие ролики мне нравятся дальше чтобы была доступность пониманию обязательно ролика но не настолько чтобы на пальцах объяснять что там это сюда и сюда обязательно коснуться необходимых доказательств сказанного вот это тогда мне ролики нравится и что вы думаете нахожу такие вещи вот сегодня я хочу вам предложить серию видеороликов которых я нашел на канале одного хорошего парня а почему хорошим может вы сами в этом убедитесь действительно очень творческая личность интересный парень живет он в германии ребята вот город оснабрюк звать его андрей руснак ребята вот там русскоязычные немцы имеет много наших машин ретро автомобиль имеет знаете он очень здорово справляется с восстановлением с постановкой этих машин на ход ремонте ремонтирует топливную аппаратуру систему зажигания все что касается чтобы автомобиль работал хорошо вот сегодня значит вашему я почему его выбрал ну не то что из-за этого только из-за этого выбрал его ну я наткнулся на его ролик как он из карбюратор 41 78 я туда очень много отправил этих карбюраторов да они немцы сами привезли туда такие карбюраторы значит слухи их отличие в хорошем смысле этого слова быстро видать распространяются по белу свету и все там уазики а у них много очень уазиков волги старые волги 21 там все едет на карбюратор 41 78 вот и все довольны благодаря вот том числе и этому андрею руснаку вот сегодня значит я хочу пожелать приятного просмотра его фильмов я буду уже все это поступить на слово кролику а роликов будет таких много и вы будете знать я их обозначу 1 2 3 4 5 6 часть там сколько не обучите столько буду показывать вот кому это интересно будет будет материал интерес ну кому интересно не смотрите ищите свои ролики до новых встреч до новых роликов с вами был наил всем привет так ну вот на фоне вот этой прекрасный указывать 410 не видно вдруг закрыл собой машину купил машину газа 410 так мотор сейчас будем разбирать вот как она в идеале было так мы начинаем работу стоит уже карбюратор даст 4178 посмотрим тридцатка это или сороковка будем идти изначально от свечей зажигания трамплер кабеля ну и до словом карбюратора дойдем посмотрим в чем причина мотор стоит 402 посмотрим короче сделаем полностью анализ работы человек жалуется что машина вроде едет 140 130 но как она едет ведь вяло резкого разгона нет резкого разгона нет но это не porsche давно посмотрим в общем попробуем все проверить от свечей трамплера здесь уже стоит электронное зажигание свечей трамплера и до карбюратора что и будем потом фиксировать на видео как ну начинаем разборку что мы видим с организмом 8-40 ну судя по всему он ни разу не не снимался здесь заводская версия никто ничего не делал потому что видно и по гайкам не сто раз они откручены сектор стоит ну посмотрим начнем потихонечку разберем проверим жиклеры на камеру вроде чистые проверим уровень топлива это будет потом как я уже сказал начнем со свечей трамплер и так далее пойдем карбюратор самую последнюю очередь посмотрим снимаю видео пошагово дабы предоставить видео чтобы было побольше вместил вместила себя из из маленьких коротких видео будет собрано если снимать все досконально как снимается карбюратор как сметаски за трамплер это конечно я думаю никому не интересно он как я говорил дождание электронная мы сейчас про инспектируем трамплер да то что он электронным это еще ни о чем не говорит что туда залазить надо его туда надо залазить еще не меньше чем в контактной проверим вакуумный автомат на карбюратор снят мы его посмотрим я думаю что так изначально его то никто не лазил как он поставлен был так и оставлен ну что вижу непосредственно вот именно я что ненормально вот мы сняли карбюратор что мы видим да ну то что на герметик сажали прокладки это не очень хорошо что еще видим видим то что у нас здесь образована ступенька вот она ступенька на входном коллекторе и она играет небольшую но играет роль не главную скажем так но играет роль поэтому будем избавляться от этого здесь образуется такая воздушная подушка скажем так и нам это абсолютно не нужно происходит сужение канала на расширение под конус это еще допустимые приветствуется а вот на сужение никак поэтому мы будем от этого избавляться для этого у нас есть инструмент так или 9 тут заражены сделали провизоришь такой стол избавляться от этой ступеньки лучше всего вот таким инструментом вот такие фрезы есть до делается очень быстро очень просто 20 минут и проблемы нет и всю жизнь наслаждаешься как машина это это дает очень хороший эффект будем мы сейчас этим заниматься естественно все прокладки все пойдет новое туда детальную подгонку я покажу чуть чуть позже так ну вот очень часто люди не придают значения вот это термопроставки и ставят ее как из завода покупную но они очень часто бывают кривые особенно если черного цвета из такого текстолита они все кривые их надо обязательно притирать обязательно вот здесь мы видим даже не вооруженным взглядом да что она кривая здесь у нас помимо трещины до выпуклость он видно да что она не прижималась про плотно а здесь впуклость скажем так но с юмором то есть я думаю что эту проставку уже применять мы не будем да потому что здесь уже и трещина есть может быть подсос воздуха но походу она уже свое отработала у меня есть другая кстати кстати она уже по моему было ранее подготовлено вот она прошлифована с двух сторон и да совершенно верно и совершенно верно она подогнана как раз под 40 178 очень важно учитывать вот этот кант вот этот кант который идет на первичные на вторичной камеры вот он он очень важен именно на преломлении на ребре этого кант на ребре этого канта происходит еще раз узкой ускорение смеси на выходе поэтому ни в коем случае будь то однокамерный карбюратор быстро двукамерный его закрывать ни в коем случае нельзя пускай будет на миллиметр больше но ни в коем случае не на меньше да то есть него так сдвинуто а именно вот так под кант ну или чуть чуть больше но опять таки ним тут не без без такого не перебарщивать да ну вот так пойдет то есть соответственно у нас будут подобраны прокладки именно под эту проставку и они будут отверстия не меньше чем на первичной на вторичной камеры здесь ни в коем случае а может быть и да ну меньше ни в коем случае чтобы вот этого да здесь не было это очень важно и соответственно потом это будет все ложится на входной коллектор и соответственно здесь эти выступы будут сглажены фрезой продолжаем работу так ну это поставка нам тоже не пойдет в тех случаях когда входной коллектор имеет вот такую форму восьмерки то ложить просто прокладку и сверху на него карбюратор ни в коем случае нельзя потому что площадь очень маленькая этих ребер и она выдавит прокладку бугром или же проставку вот как в данном случае вот это восьмерка она обязательно сделает из проставки вот то что мы здесь видим здесь выпуклость да а здесь скажем впуклость ну вот и трещина то есть надо всегда обращать внимание есть коллектора угаса 4 площадь она здесь больше нету то этой характерно вы же выражены цифры 8 да а здесь есть вот она очень опасно эта восьмерка когда ее когда она есть на коллекторах лучше ставить что нибудь обязательно с более жесткого то есть такую проставку она сравнительно мягкого материала на ее продавит и выгнет дугой особенно если сильно перетягивать карбюратор поэтому взять лучший материал по-попрочнее это более мягкий мы возьмем из текстолита черного и ее подготовим потому что она я считаю будет лучше если на коллекторе это восьмерки нет он более такой прямой площадь большая там это мягкая такая проставка и сравнительно мягкого материала пойдет в данном случае будем подбирать что другое так идем дальше зачистили плоскость поверхность карбюратора здесь которая будет прилегать к проставке тоже очень важно что мы видим много очень разговоров идет за щель переходной системы где у нас верточка вот она вот это щель переходной системы она идет завода так как мы видим первичная камера идет у нас без отверстия здесь и эта щель ну видимо так было задумано заводом изготовителя это не какая-то ошибка я это проверял на свой лад скажем так я не видел чтобы подделал ну в общем напаял я на заслонку олова делать все аккуратно это все нет нет кислотой обработав поверхность это ничего бы не вылетела не отвалилась тем самым я хотел щель добиться того что при полном при полном закрытии заслонки чтобы щель была полностью закрыта но результаты как такового как такового не было посмотрев видео от юры с ростова где он проводил эксперименты измеряя разрежение именно в этой точке на другом карбюраторе и он доказал что если заслонка чуть-чуть приоткрыта и щель переходная оголена не факт что оттуда сразу начинает тянуть бензин то есть есть определенное положение заслонки когда переходя это границу оттуда действительно начинает тянуть бензин но в данном случае я говорю у меня больших изменений не было можно сказать так практически изменений не было поэтому я исхожу из того что все-таки это нормально это из завода это не брак так идем дальше так так как есть такая пословица за неимением брачки спать будем с дворником вот нет у нас нормальной толстой фиксолитовой проставки чтобы поставить это треснуто и мягкая это уже расточена и немножко под другой карбюратор не пойдет значит будем не слушайте пожалуйста вот вот те же не снимает есть конечно на видео есть вот такая проставочка 1 и вот такая это от семейства озона то есть мы из нее сделаем на замечательную проставочку нашу материал твердый как раз таки вот такой материал он и очень сильно подойдет туда мы ее поставим вниз на коллектор а это на карбюратор промажем это герметиком сделаем отверстие соответствующие поставим на новые прокладки будет у нас замечательная термо проставка так что приступаем к работе есть у нас вот насадки с такими фрезами очень хорошая вещь помогает замечательно соответственно мы уже не важно так смотрим сравниваем как у нас здесь происходит что у нас происходит на выходе первичная камера вторичная до смотрим так здесь у нас немножко перекрывает значит увеличиваем режется ну как по маслу вообще очень хорошие эти насадки через за либо бум можно купить ли бабу так смотрим дальше еще немножко конечно жалить с этой смотрим почти так я думаю что чтобы видео сделать покороче и объемным я вот этот нюанс уберу чтобы это всем понятно как это случится до а потом уже покажу результат что у нас получилось еще раз как я уже говорил очень важно очень важно чтобы не на миллиметр этот скос на выходе первичной или вторичной камеры неважно или если это однокамерный карбюратор ни в коем случае чтобы он не был перекрыт не на пол миллиметров не на тем более миллиметр ну вот так уже хорошо коричка готова первичка тоже в принципе теперь замечательно вот ничто у нас не перекрывает по первичке еще можно немножко снять хотя не факт теперь мы вот как она лежит первичная вторичная вот так же мы и уложим ее на коллектор и смотрим в данном случае коллектор этот имеет форму восьмерки входные отверстия и здесь не так много мяса да много не разойдешься с росточкой поэтому будем делать аккуратно работать вот видим мы что у нас получается значит доведем сейчас первичную камеру уберем лишку ну и со вторички конечно тоже вот так это все выглядит то есть когда открывается вторичная камера у нас здесь имеется массивная ступень много мы точить здесь в принципе серединку можем в бок уйти нет а а здесь у нас еще мясо достаточно до сгладим эти все углы ну и здесь подровняем деревить от ряпочки принесли вот мы про отметили то место где будем вырезать вот соответственно здесь первичка вторичка в принципе это заводские были прорезы мы в середине должны будем обработать коллектор именно в средней части вот что происходит смотрите первичка пошла потом идет вторичка видите запомните вот это место вторичка пошла вот оно что происходит здесь а теперь берем эту прокладочку так и уложим ее вот так на коллектор что мы видим открывается первичка именно в этом месте открывается и сразу мы сталкиваемся вот с этим геморроем здесь для хамаму хамам а у у нас поет получилось аэродинамическая ступень но еще хуже обстоит во второй камере видите вот это все мы сейчас будем убирать фрезой это нам не только не нужно это нам сильно вредит то есть поток уходит сталкиваясь вот с этим препятствием идет не в коллектор изменяет свое направление но это не есть будет сейчас будем все подравнивать улучшать так ну закрываем каждый одиночный канал отдельной тряпкой вперед вперед из песни будут конечно шпильки мешать лучше бы было бы если бы не вытащить ну хреново знает как она пойдет поэтому будем стараться без этого потому что нам нужно в принципе только среднюю частью расширить одежки лет нет посмотрим как пойдет ну режется довольно таки хорошо я сейчас видео выключу потом уже покажу что получается ну вот первые первые срезы все нормально легко режется теперь смотрим результат работы вот так это выглядит первичка все нормально проставка переходит сразу в отверстие вторичка тоже нормально что у нас восьмеркой стало еще достаточно место все нормально больше уже желательно и не надо да и не нужно но никак а так все шикарно теперь мы сопоставим эти отверстия деле витя пропылесосит между делом это все изнутри вытащит кляпы советую в каждый патрубок по отдельной тряпке забивать удобнее уже раз 20 проверим так теперь мы так делаем все как в той пословице на коленке сопоставим отверстия проставки с отверстиями в карбюраторе так особенно нам важны вот эти области именно там где открывается первичка и вторичка вот здесь вот здесь выходит поток и отсюда начинает выходить все нормально у нас здесь перекрытия нет все шикардос теперь сделаем соответственно муж мы колхозим но соответственно еще это чтобы у вас надо нам толстая проставка и потом подберем под них новенькие прокладки также прокладки фрезами расширим чтобы они совпадили совпадали один к одному чтобы не было перехлёстов ни в коем случае